Волчья яма Всего за несколько десятилетий Популяция волков сократилась Практически в 2,5 раза Один охотник Получает лицензию на одного волка Фактически они Остреливают 10, 15 Возможно и 50 Кто встал на защиту Санитаров леса Почему активизировали шакалы И возможно ли восстановить стаю Теперь волка можно будет Добыть конкретно В каком-то хозяйстве Конкретно на определенной территории Впервые в истории Казахстана Волк обретет статус охотничьего вида Что изменится Как быть сельским жителем Которых серые хищники Атакуют с тревожной регулярностью Будем разбираться Самое время включать экологику Страх перед волком Берет свое начало еще в фольклоре Во всех сказках это животное Олицетворяет злодея Однако репутация хищника Весьма незаслуженная Они редко нападают на людей Но мы их веками так боялись Что постоянно охотились на них Ловили и сажали в клетки Просто безжалостно истребляли Убить волка всегда считалось чем-то героическим Добыть собственноручно матерого зверя Для охотников это особый почет и уважение Вот только раньше это делали правильно Точнее сказать честно По отношению к хищнику Сейчас охота с клыкастым трофеем Больше похожа на откровенное живодерство Мы видим разные факты Даже охотники сами снимают на видео Размещают в соцсетях Как они безжалостно убивают Например топтают снегоходами Гоняются на вертолетах Стреляют снайперами Конечно шансов нет у волка И вот результат Даже несмотря на свою живучесть Численность волков в Казахстане Сократилась в 2,5 раза За последние если брать 10 лет Численность волков сильно упала И сейчас находится практически на грани исчезновения Сегодня популяция волков По данным 2021 года В Казахстане насчитывается 14408 особей 10 лет назад было 25 тысяч А в конце 80-х годов У нас численность волков составляла 61 тысяча Если сравнивать все годы Конечно популяция сегодня На грани практически исчезновения Сокращение популяции серых хищников Подтверждают и ученые Горные регионы Восток, юго-восток Казахстана Там численность всегда была стабильно высокой И остается такой Потому что волка там очень сложно добывать Просто для добычи очень-таки сложный регион С сложной местностью И не удается сократить слишком сильно численность Но в степных областях Казахстана Действительно мы наблюдаем снижение численности Казалось бы, ну нет кровожадного хищника И того лучше Однако мало кто знает Каким последствиям это может привести Мы не должны забывать То, что волки являются главным санитарем И в нашей природе Они кушают и больных животных И больных диких животных И падаль кушает И соответственно они регулируют этот баланс А сегодня мы увидим То, что в степи Практически численность упала Это конечно сейчас мы должны бить тревогу Волки занимают ключевую роль В естественном отборе Не будет санитаров нарушиться баланс И в конечном счете пострадает Вся фауна нашего региона Если волк исчезнет В принципе эко-система природы разрушится Это повлияет на все На копытных, на птиц На сайгаков, на других животных И их тоже популяция сократится Потому что волк в этой природной цепочке Играет очень важную решающую роль Еще один показатель Отсутствия волков Размножение шакалов Эти дикие собаки Всегда чуют Нехватку конкуренции Где нету волков Соответственно растет численность шакалов А шакал По своей природе Они разносчики разных болезней Когда есть волк Они держат баланс Охотятся на шакалов И этот момент регулируется Например, сейчас последние годы Численность шакалов Очень сильно выросла В Атравской области В Алматинской области В Жамбулской области Это очень неправильно Например, есть и домашний скот Это тоже может повлиять На вспышку разных болезней Чаяния экологов В этом случае Не разделяют разве что Сельские жители Для них волки Самая настоящая беда Хищники нападают На домашний скот Задирают собак И сейчас как никогда Приблизились К населенным пунктам Волк Он по природе своей Является высокоорганизованным животным И в процессе эволюции Он понимает Что гораздо менее Энергозатратно И опасно Опасно для него Безопасно То есть для него Это добывать В большинстве случаев Плохо охраняемых Домашних животных Чем выслеживает Например, сайга Как косулю Лоси Мнения расходятся Ученые убеждены Что к людям Хищник подходит В очень редких случаях Наши исследования Питания Показали Что Домашний скот Совсем незначительную роль Играет Для питания волка А абсолютную основу Его составляют Дикие животные Сайгаки Кабаны Мелкие млекопитающие Даже это очень Тоже такой Значительный компонент В их питании То есть Такое сильное сокращение Особенное исчезновение Оно очень негативно скажется На экосистемах Если такое произойдет Тем не менее Все единогласны В том Что популяцию Волков В Казахстане Нужно контролировать Традиционный А точнее Массовый отстрел Прошлый век Необходим Новый подход Один охотник Получает лицензию На одного волка В течение года Фактически Они отстреливают 10 15 Возможно и 50 Хищники Полезны Когда их Оптимальное количество Если волков Слишком много То они начинают Устраивать Настоящий геноцид Остальной дичи В лесу Это очень долго Высказывали Это предложение Это поддержали И другие И охотничьи ассоциации Потому что Они заинтересованы В волке Как в охотничьем Ресурсе И мы Как природоохранная Организация В этом статусе Заинтересованы Потому что Это даст нам Хорошие Качественные данные Чтобы понимать Что происходит Действительно С популяцией Потому что Все что мы Говорим сейчас Это Оценочные данные Это Носит просто Характер Практически Экспертной оценки Оно может Иметь Большую долю Погрешности То есть Точных данных Сколько их сейчас И представители Каких видов Остались на нашей территории Нет ни у кого После нововведений Ситуацию обещают Исправить Теперь волка Можно будет добыть Конкретно В каком-то хозяйстве Конкретно На определенной территории И Когда Добывается Охотничий вид То Есть путевка Путевка Строго ограничена По времени И После добычи Есть Обязательная Его отметка О его добыче А также Присутствие Егеря Вот Мы считаем Что Эта мера Перевода Его в охотничий вид Позволит Более лимитировать И Лучше регулировать Охоту Судя по всему В новом кодексе Сельским жителям Оставят право Использовать Оружие против хищника Если он Угрожает Людям Или имуществу Оставляется Возможность Для работников Госинспекции И для Игерских служб Проводить Охранные мероприятия То есть Если например На территории Охотничьего хозяйства Заповедника Национального парка Слишком большая Численность волка И он угрожает Популяции Например Краснокнижных Архаров Джейранов И других видов Животов То они Могут Ограниченно Регулировать Во многих Культурах В том числе И нашей Волк Является Одним из Наиболее Значимых Символов Образ Безжалостного И опасного Хищника У этого Животного Останется Навсегда Но это Не значит Что Как и любой Представитель Нашей фауны Он нуждается В постоянной Защите Включайте Экологику